Проблема очень многих из вас заключается в том, что вы не обладаете достаточным количеством теоретической базы. И в чем эта проблема? Когда человек не обладает достаточным количеством теоретической базы, у него возникает проблема следующего характера. Он не понимает, что правильно или неправильно он делает. Вот это основная проблема, которая, по сути дела, вас всех будет преследовать. То есть вы не будете понимать, почему вы сделали что-то правильно или неправильно. Например, вот давайте я вам приведу несколько примеров и мы плавно перейдем к раскрытию собой темы. Первый вопрос. Вот представьте себе, есть такое у нас понятие, как АТР. Это Average True Range. Давайте я сейчас покажу на экране и объясню, например, одну из ошибок. Вот когда вы делаете сделки, когда вы делаете сделки, то основные проблемы, которые у вас возникают, это, как я уже сказал, очень слабая матчасть. Представьте себе, что вот инструмент сделал вот какое-то такое движение, где-то здесь уровень. И вы пытаетесь, например, там сделали вот сделку здесь, получили там, например, свой убыток. Если у вас нету теоретической составляющей, теоретической базы, вы никогда не ответите вопрос, что так или не так пошло. Что, по сути дела, может пойти не так? Первое. Например, купили или продали далеко от уровня. К чему ведет эта проблема? Когда вы покупаете или продаете далеко от уровня, вы получаете, так называемую, ненужную или плохую волатильность. Что это значит? Чем дальше инструмент от уровня, тем больше будет стоп, потому что вы находитесь в пределах большой волатильности. То есть, если вы далеко зашли от уровня, первая проблема, это повышенный сток. Это уже плохо. Второе. Вы не учли, сколько инструмент прошел от открытия до текущей цены по АТР. Вы не учли, что это значит, если инструмент прошел, например, 80%, даже 70%, то инструментов элементарно не остается энергии. Третий параметр, например, очень важный. Вы не сделали домашку, торгуете с открытия. Акция, например, была здесь, открывается там с каким-то кепом, вы не понимаете, что, какие новости. Вы увидели эту новость на Финвизе, вы увидели, что акция открылась на плюс 300%, и вы начинаете, по сути дела, мельтешить, потому что вы не понимаете, что произошло с данным инструментом. И таких проблем, к сожалению, у вас может быть очень много. Поэтому, если вы не будете иметь матчасть, так, не будете понимать, например, ту же пятиминутку, как устроена пятиминутка, или как устроен часовит, или что нужно искать на часовике, что нужно искать на пятиминутке. Если вы не можете понимать, что такое короткий тайфрейм, для чего он нужен, у вас будут очень большие проблемы. Теперь давайте поговорим о том, как торговать интродэй. Итак, смотрите внимательно. Основной фактор, основной фактор ваших проблем. Давайте откроем Форекс. Основной фактор ваших проблем заключается в том, что вы практически мало кто из вас, я надеюсь, что подавляющее большинство все-таки будет делать, да, но мне кажется, что в первую очередь вы должны делать домашку. Вот это основная проблема, которая вас всех убивает. Итак, давайте сейчас поговорим вообще, как уйти от человеческого фактора. Первое, для того, чтобы уйти от человеческого фактора, в первую очередь, что вам нужно? Вам нужно, естественно, делать домашку. Каждый день, на протяжении многих лет, видите, каждый день я делаю домашку. Не важно, это по одному инструменту, по пяти инструментам, по десяти инструментам. Факт тот, что я делаю домашку. Теперь давайте вместе с вами разберем ваши основные проблемы. Смотрите, давайте я вам на картиночке нарисую. Представьте себе, у вас есть укрой. Так, давайте мы сейчас прямо по картинке пойдем, и вы увидите, что такое внутренневная торговля, и что самое главное должно быть на внутренней торговле. Представьте себе, что у нас есть АТА, 60, ну, слава богу, давайте, если мы торгуем евро, то по евро у нас нету больших спредов. Текущая цена, давайте возьмем круглую цифру, 1.16, да? А вот здесь вот сейчас где-то мы болтаемся, 1.15.80. Буду использовать круглую цена. Что у нас получается? До уровня у нас получается приблизительно 20 пунктов, так? Смотрите внимательно сюда. 60-20 у нас получается, что инструменту, чтобы пройти и подойти к уровню, к нашему безопасному, да? Нам надо пройти третью часть АТА, то есть 30% АТА уже пройдет. Смотрите дальше. Стоп по евро приблизительно 15 пунктов, так? То есть что у нас получается? Что у нас получается, что у нас в АТА-ре 4 стопа. Если мы здесь уже прошли больше 2, вернее больше 1 стопа, и у нас остается вот здесь вот всего 40 пунктов. Посмотрите внимательно вот эти две цифры. Это показывает, что мы даже не можем получить 3 к 1. Видите? Посмотрите внимательно. Нет, на свечной анализ нельзя переключить, потому что я не торгую на свечной анализ. Бары всегда более понятны, чем свечной анализ. То есть что у нас получается? Если, видите, я вам математически объясняю, да? Не просто на пальцах, да? Как кто-то говорит, это плохо. Я вам объясняю математически. Если вы находитесь далеко от уровня, вы можете не вписаться в АТА. Что это значит? Посмотрите внимательно. Это значит, что когда вы заходите, например, в какую-то любую точку, например, вверх или вниз, вы должны понимать, что у вас всегда останется минимум соотношения 3 к 1. Вы не понимаете элементарных вещей. То есть что, в чем заключается домашка? Домашка, как раз вот то, что мы сейчас делаем, она и заключается в том, что мы должны брать каждый инструмент, идти по каждому инструменту и находить в инструментах, которые адекватны, какую-то понятную, хорошую точку входа, которую мы можем куда-то прилепить. Практически все ваши картиночки, это стихийные какие-то картиночки. Из-за этого вы на дистанции не научитесь зарабатывать деньги. Вы не научитесь зарабатывать деньги. Смотрите, что происходит с JPY. Я только что вам показал картинку, задал, просто показал картинку, где инструмент после очень сильного прохода не откатывается вниз. Обычно, если инструмент после очень сильного движения не откатывается вниз, значит в инструменте сидит какой-то очень сильный игрок. Ваша основная проблема, неважно, это интродэй или еще что-то, заключается в том, что вы не готовы принимать правильное решение, потому что у вас нету на что базироваться. То есть вы элементарно домашку не сделали, элементарные инструменты не отобрали, сценарии не написали. Сейчас я вам просто возьму элементарно и приведу несколько примеров сценариев. И тогда вы увидите, что... Сейчас он исходит. Ну давайте вот сейчас я вам приведу несколько примеров сценариев. И вы посмотрите, насколько это важно. Итак, смотрите внимательно. Вот примеры сценариев на американском рынке. Так, вот здесь видите, человек полностью описывает то состояние, что он будет делать. У этого человека должны абсолютно отсутствовать эмоции. Что происходит с вами? Ну домашку можно пробовать делать. Вот ответ один по поводу маркера. Как они будут делать домашку без ТС? Домашку можно делать без торговой системы. Нужно просто понимать, что вы делаете. А торговую систему потом выстраивать относительно того, то, что вы делаете. Вот смотрите, я вам просто показываю. Это пример домашки. Когда вы делаете домашнее задание и торгуете, вы убираете человеческий фактор. Например, вот у вас смотрите. Стоит цифра 527. То есть 527 это уровень. И дальше вы себе описываете, почему. Вы уходите от человеческого фактора и пытаетесь именно прийти к тем картинкам элементарным, да? Которые вы понимаете. То есть здесь понятно, вот человек будет сидеть и ждать вот своей точки входа до тех пор, пока мы не подойдем к этой точке входа и не пойдем вниз. То есть вот пока до 527, видите, текущая цена 548, пока до 527 мы не дойдем, да? Этот человек не будет дальше брать вообще эту акцию. Идем дальше. Смотрите внимательно. Apple. Ну это старая картинка. А еще до этого вот, до сплита. Посмотрите внимательно. Видите? Здесь торгуется LP-лонг. И человек объясняет почему. То есть ложный пробой, LP это ложный пробой. То есть вот он определил этот уровень. Видите? Уровень абсолютно хороший. И дальше себе описывает, почему он будет торговать ложный пробой. Почему в этом инструменте возможен ложный пробой? Примерно, видите, инструмент очень много прошел. С 320, например, там до 220. Это получается 35%. Очень быстро подходят. Далее ретест. И мы понимаем, что этот уровень будут останавливать. Вот это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Теперь давайте я просто вам попытаюсь на пальцах объяснить. Для того, чтобы делать умозаключение, о котором вы сейчас не понимаете. Первое. Домашка. Полностью описанная домашка. Что делаем? Когда покупаем? Когда выходим? Почему выходим? Зачем выходим? Прямо вот тут. Вот такие бумажки. Видите? Когда бывают плохие дни. Видите? Я могу своим студентам вот такую вот хрень нарисовать. Или когда там хорошее дни, могу сердечко нарисовать. Вот смотрите. Сейчас я вам покажу. У меня все заранее готово. Видите? US закрыта. Будьте осторожны. То есть, что я делаю? Я убираю полностью человеческий фактор. Я понимаю одну вещь, что как только я начинаю торговать с рынка, то есть, как только я буду торговать то, что я не понимаю, я потеряю деньги. И очень важно, очень важно, именно это учиться базовым вещам. Вот как делать домашку, где проводить уровни, как правильно понимать направление. Для этого я и делаю все вот эти видео. Как только вы начнете, по сути дела, делать нормальный сценарий, мой совет один. Вот просто недели две или даже может месяц не торгуйте. Просто не торгуйте. Да? Вот это очень важный фактор. Две недели, просто когда поделаете домашку, посмотрите, как ведут себя инструменты. Как ведет той или иной инструмент. То есть, как они идут, что они сделали. Просто выписывайте себе идеи, которые вы так или иначе понимаете. Вот это очень важный фактор. Это понимать, в какую сторону пойдет инструмент. Когда у вас будет уровень, когда у вас будет направление движения инструмента, вот тогда вы можете пробовать различные точки входа. Смотрите, что и с чем у вас происходит большая проблема. Вы садитесь торговать, сразу идут какие-то большие цифры. Вы сразу там много покупаете. Вы сразу хотите купить все и сразу. Такого не бывает. Поэтому задача номер один. Домашка, сценарий, направление, точка входа, стоп. Вот это самое главное.